чёрт я ну ты олень ты дурак вообще что ли ты не можешь нормально то ездить не умеешь нормально ездить как люди у тебя что машина шатается не знаю я забуксовал бывает с кем не бывает блин ой что-то не по плану идет короче сели мы конкретно ребята проблема вообще капитально да заглуши ты ее стажер заглуши всем привет друзья с вами снова я ведь штаб смылов или живее сейчас у нас зима в принципе да и ситуация такая такая ситуация случится может на самом деле с каждым автомобилистом и мы решили знаете проверить некоторые автомобильные зимние лайфхаки что-то мы разобьем а может быть что-то подтвердим потому что у каждого автомобилиста должны быть собой какие-то фишки которые можно спастись из такой ситуации 1 лайфхак это наша русская земелька ладок слышишь меня дед так делал сто процентов сработает до рабочий лайфхак чтобы увеличить получается зацеп у нашей резины это посыпать землю под колеса так и на под то тоже под все повсюду чтобы у нее так больше виск сыпай да слушай стажер и под это засыпем чтобы у нас появился зацеп вот и в принципе я думаю мы легко сейчас возьмем и выйдем такой бесплатный лайфхак землю то ведь зимой где угодно можно найти правильно так вот я буксуем буксую все 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 короче первый лайфхак оказался не рабочим дедовский метод не зашел но это не единственный дедовский метод который нам известен наша задача это чё заключается тупо в том чтобы увеличить сцепление у колес и снизу землей со снегом со льдом неважно на чем вы забуксовали а ситуация повторюсь такая может произойти сейчас с кем угодно а лайфхаков мы проверять будем сегодня много все известные лайфхаки 2 у нас тоже бюджетный в принципе досочку можно найти где угодно главное чтобы доска с глазем была чтоб с резиной зацеп был больше причем ситуацию моделируем и абсолютно типичную у многих автомобилей передний привод и вот давай проверим вот так вот подставляем иначе доску сюда прям между землей и колесом давай 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 так ну давай давай вот хорошо и работает так ну давай давай что мы видим что мы здесь видим ребят смотрите давай еще газани газани еще чуть-чуть объясним ситуацию там мы увеличили сцепление да а здесь сцепление так и нету у нас дифференциал работает крутится одно колесо короче короче как вы увидели мы почти выбрались даже вон машина сместилась назад она по ой ё-моё и вот стажер подумал что он почти выбрался и начал так сказать вжаривать вот поэтому есть лайфхаки аааа стажер аааа зачем ты мне стекло разбил так получилось не видно из-за тренировки не переживай ну а раз уж мы сегодня лайфхаки обсуждаем то вот вам еще один зимний лайфхак двигатель очень быстро остужается от снега поэтому берем и закидываем его снежком но не в карбюратор конечно же вот В принципе, там даже можно смотреть На температурный датчик Он будет сейчас у нас опускаться О, еще и вентилятор кто-то не включил Я так понимаю Здорово Все, хорошо Но, тем не менее, погода это не сделала Совсем Мы все еще застряли Здесь у нас еще такой вот Подарок маленький Экстремальный оказался Быстрый старт Хорошо, чтобы я его заметил А то, думаю, еще немножко таких тестов Надо бы бабах случился Ну все, у нас потихонечку сейчас остывает И приступим к следующему лайфхаку Был я, короче, в магазине И там мне сказали, что у каждого автомобилиста В зимнее время года Должен быть вот такой вот мешочек Стоит такой мешочек Ни много, ни мало, а 800 рублей И там у нас якобы Цепи, браслеты Которые, как по заверению Продавцов Могут достать Любой автомобиль Из любой Ямы Вот Но опять же В комплекте Идет Только Один браслет получается На одном Как это работает вообще? А нет, два Потому что инструкции есть Вот Типа Тут вообще четыре нарисовано Раз, два, три, четыре На одном колесе А почему у нас в комплекте Их только два? Ну Давайте наденем Как есть И будем проверять Вот так вот эти цепи Получаются На автомобиль Установлены Наш механик Гордей Красавчик Ему даже инструкция Не понадобилась А я вот ни черта Не понял Ну вот так вот Она выглядит В установленном варианте Получается Мы Повесили цепи На оба ведущих колеса Ну по одной цепи Посмотрим Повлияет ли это Как-нибудь На ходовые Качества Автомобиля Ну что Заводи Проверяем Это уже получается У нас не бесплатный Лайфхат Зачем провода Под капотом трогал Когда быстрый старт доставал Что случилось? Иди потрогай их обратно Ну давайте проверим Сейчас уже получается После всяких исправлений Опа 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 Ребят Очень страшная Получается история У нас получается Колеса Не отцентрованные У них Да ё-моё Как же это страшно Ох ты ж Ё-моё Всё Ты чё сделал? Стажа Чё? Сломал, да? Капец Смотри По крепежу Порвало Больной Да какой нерабочий Это водитель Придурочный у нас просто А кто застрял-то? А кто застрял? Да заткались ты вообще Всё Это были так сказать Уже платные лайфхаки И попали мы на бабки С этими платными лайфхаками Толком Но нет Они давали результат Было видно Что машина Как бы начинает Подгребать Сцепляться Но из-за того Что материал некачественный По сути дела Может быть тут даже И не водитель виноват Потому что реально Просто порвало По металлу Откровенно это видно И ничего хорошего В этом нету Хотя 800 рублей За две цепочки Извините меня Это приличный ценник Я считаю Но этот лайфхак У нас отметается Опять же Всегда у нас есть Колхозный вариант Платного изделия Якобы Некоторые автомастера Говорят Что если точно Таким же образом Намотать Вот эту вот Обыкновенную проволоку На колеса То Результат будет такой же В этом я совсем не верится Но проверить стоит Процесс очень простой То есть мы просто Проматываем Таким вот образом Проволоку Вот Чтобы она Грубо говоря Увеличила нам Вот такой вот Зацеп Железо же имеет Большую сцепку Со снегом Нежели Резина Тем более Летняя здесь У нас стоит Вообще Ну Всякие ситуации Жи бывают Вот так вот И проверяем Лайфхаки По сути дела Если лайфхак Рабочий То Такой у нас Вариант Бюджетного Шипования Колес будет Ну уж Не за 800 рублей Установили По 4 проволочных Изделия На каждое колесо Посмотрим Сработает это Или нет Заводись Стажер Водитель наш Так Ну как и ожидалось На самом деле Абсолютно Никакого результата Это не дало Типа От слова Совсем Просто Ну Я даже и не думал Что это может сработать Да Они видно Что они цепляются Они пытаются Что-то сделать Ну может их надо больше Ну у кого Столько проволоки У кого столько времени И терпения есть Чтобы это все Как бы выковыривать Выделывать Нет конечно Если бы застряли Может это и сработало бы Но Я имею ввиду Если бы приложили Больше усилий И терпения Но все таки Давайте проверим Еще другие Зимние лайфхаки Еще один Современный И платный Так скажем Лайфхак Это вот такие Противобуксовочные ленты Противобуксовочные траки Но тут уже Цена вопроса По моему Начинается в районе Тысячи рублей И там до бесконечности Встречались нам траки И по несколько тысяч рублей И даже бывают Из алюминия Которые стоят Прям Десяточку Спокойно они могут стоить И В комплекте Разные поставляются Но история здесь в чем Мы вот эту штуку Подкладываем Под Нашу получается Замечательно застрявшую машину И смотрим Начинает она цеплять Или нет Можно их в принципе Соединить в одну длинную ленту Но я решил Сделать одну длинную Другую покороче Вроде бы установил Вроде бы держится плотно Но вот это вроде бы Меня как правило и губит Давай стажер Проверяю Так Ух ты ж Ааа Бух ты ж Ай блин Ну смотрите Она их провернула Выплюнула Короче Просто взяла их И выплюнула Но мы сдвинулись Причем Как бы Как бы было движение Такое Неплохое Я бы сказал даже Так Попробуем еще раз Провернуть этот лайфхак Там тоже вылетело Да Да Вот она улетела Не так далеко Как первая Но Движение было И на мой взгляд Очень хорошее движение Прям Вполне себе Так можно выбраться Из сугроба Давай еще раз Попробуем Так По-моему Мы только резину Теперь убиваем Так О Мы назад смогли Сдвинуться Хорошо Да что ты будешь Делать то А Беда Беда Которая преследует Нас Настоящих Русских людей Это вот Нечищенные Дворы И в них Постоянно Застреваем Я уж не говорю Так как я В поля Постоянно езжу Все У нас еще И штука потерялась Короче Все у нас Как-то неудачно Получается С этой штукой Но мне Вся съемочная команда Говорит Потому что Их надо собрать Втроем Вдруг подписчики Тоже хотели бы увидеть Как эта штука бы работала Если их Сделать втроем Ну вот Хорошо Я их собрал Все три Вместе Установил Ну как следует Уже Ну прям Впаял В землю В снег Вернее Давай попробуем Вот так Она так же Выплюнет Проглотит И выплюнет Ну-ка Давай Давай еще А? А правая Положи Такая тоже Крутится Я придумал Лайфхак Ребята Лайфхак Из лайфхака Вот Решили мы С нашим Механиком Объединить Два лайфхака В один Так сказать Колхозный И не колхозный И при этом Все еще и совместить Свойства третьего лайфхака А я говорю сейчас Именно Про цепи То есть Вот так вот Мы модифицировали Наше колесо Которое должно Послужить Как бы Гусеничным трактором Может быть Сейчас Оно Получит Больше зацепа И будет работать Ну как Трактор Действительно Посмотрите Сейчас же Она выглядит уже Намного брутальнее Зацепа то у него Будь здоров Да Ну давай Стажер Запускай Ну медленно Давай Медленно Попробуем Чтобы она Не проглатывала Эту всю историю У нас Другое колесо Прокручивается Офигеть Оп 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 Что такое Это Сюда мы тоже Дедовский лайфхак Давай Да Штоп Тебя Ребят Короче По итогу Первый Самый простой Самый дешевый Самый обыкновенный Лайфхак Я говорю про доску Оказался Самым действенным Мы смогли Хотя бы Сдвинуться С места Да А получается Вот это покупное Все китайская фигня Она Просто ломается Просто не работает Так как надо И даже делает Хуже Представляете Если бы это была Не экспериментальная машина А какой нибудь Лексус Там за 5 миллионов рублей Как бы было приятно Если бы по вашей Вот так вот По вашему кругу Долбила бы цепь Неприятно было бы Ладно Давайте тогда Еще один Старый Дедовский лайфхак В принципе Его тоже найти Где угодно Можно Бесплатно Кирпичи у нас Валяются В принципе Попробуем Их использовать Для увеличения Зацепа Кирпичики Мы положили Давай Запускай Да что ж такое Давай назад С раскачки Попробуем Ах Ни взад Ни вперед Такая вот Неприятная ситуация Что Неужели нет Ни одного рабочего Зимнего лайфхака У нас сегодня Короче ребят Сегодня у нас Довольно таки Грустная история И мы надеемся На вашу помощь Чтобы вы в комментариях Написали свои Прикольные Зимние лайфхаки И мы их проверили Получается И сейчас Эта машина Останется Здесь До весны Пока не растает Снег Точно дальше Как произошло Вот с этими Тремя машинами Они не смогли Выехать И вот Остались здесь На долгие Долгие годы И к сожалению Аку ждет Такая же участь Пока мы не придумаем Какой-нибудь лайфхак Чтобы ее Отсюда Вытащить Так что С вами был я Вячеслав Исмаилов Или Живи Обязательно Ставьте лайки Подписывайтесь на канал И нажимайте на колокольчик Чтобы не пропускать Те видеоролики Которые уходят Каждый день Специально для вас Мы с вами Увидимся С этим скоро Пока-пока-пока Эти видеоролики Кстати Очень крутые Советую тебе Их посмотреть Субтитры сделал DimaTorzok